Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Даналя, и мой старенький фьорд, шоколадный дружок! Сегодня... Да, я вся такая нарядная на моём фьордике, который я только-только недавно купила, и сегодня у нас обзор обновления Star Stable. Обновление, ну, небольшое, но очень-очень-очень приятное. Я заметила, что это начало осени Star Stable для меня какое-то очень приятное, волшебное и постоянно быть незабываемым. Вот бы ещё и зима такая была потом. Значит, что у нас сегодня? Новые лошади, обновлённые лошади, я точнее могу сказать обновлённые лошади. То, что было просто так в конюшнях, стало рабочим. И... Ярмарка лошадей. То есть, по сути, самые важные новости, их всего две. Это вот то, что обновлённые лошадки и одна штучка в конюшне стала работать, так как она должна была бы работать. Это замечательно. Так что, давайте же начнём с конца на начало. Поехали! Значит, с последнего. На этой неделе лошадиная ярмарка будет проходить в осени в долине Золотых Холмов, а конкретно в Рыбацком посёлке Западного острова. Ну, мало ли кто не знает, поэтому показываю на карте, где это. Поэтому, если вам нужна там какая-то лошадь, смело до следующей среды бегите туда и покупайте себе лошадку. Так, а теперь следующее. Значит, то, что я говорила. Мы зашли в конюшню. Да, тут столько всего добавилось, всё такое. Что же ещё могли добавить? Вот только на прошлой неделе... А, нет. Нет. Несколько недель назад уже добавили как столик для косметики и причесок. Но сегодня, дорогие мои дракошики, дорогие мои старейдеры, не старейдеры, любители лошадок, нам добавили наконец-то рабочий душ в конюшню. Еееей! Как я долго! Да не только я! Как мы все долго этого ждали! Просто потому что, конечно, все в детстве мы играли... Кто-то сейчас даже ещё играет в игрушки про лошадок, не онлайн, которые... Ну, вот я раньше на дисках их вставляла, покупала. Сейчас уже, не знаю, ну, наверное, даже уже и дисками не пользуются. Там всегда нужно было мыть лошадок в абсолютно любые игрушки. И тут нам наконец-то предоставляют эту возможность. Вообще, базовую вещь добавляют спустя несколько лет в Star Stable. Но, я не знаю, мне такое чувство, что когда они создавали игру, у них, знаете, обновления все были записаны вот в год создания. На несколько лет вперёд просто. В общем, давайте попробуем, как это работает. Да, у нас автоматически снимается всё с нашей лошади. Просто нажав на шланг, с неё всё снимается. Она стоит себе, и у нас есть кнопочки. То есть, по сути, мы её даже не моем конкретно. То есть, нам не добавили никакой новой загрязнюки, такое, скажем так, значение стикера о том, что наша лошадь грязная, её нужно помыть. Нет, это просто для удовольствия они добавили. И, тем не менее, это удовольствие, я думаю, будет радовать всех. По крайней мере, меня точно. Значит, у нас есть четыре кнопочки, ну, как обычно и бывает. Шланг, мыло, чистка и сменить сторону. Вау! Сменить сторону! Я даже не подумала. Я думала, в Star Stable всё настолько легко и просто, что они сделают одну сторону и всё. Ну, как, собственно, и обычную чистку лошади. Давайте же посмотрим. Мы моем лошадку. Шаг первый. Взять шланг и намочить тело лошади. Да. Меняем сторону. Ааа, как это круто! Прекращаем. Прекращаем. Ааа! А, то есть, нельзя так, да? Ну, ладно, нажмём ещё раз. Извините. Так. Ой, у неё сердечки пристос. По идее, ей это нравится. А вот интересно, эти сердечки потом что-то будут давать, типа, привязанности, каких-то бонусов. Ну, кто же их знает-то? Теперь мы намыливаем. Намыливаем. И мне вот теперь даже интересно, она сама остановится или нет. Ну, то, что мы намыливаем лошадь во внутрь с текстурой, это нормально. Это меня даже уже не раздражает. Удивительно, что вот тут вот руку мы удержим. Ну, относительно ничего. Относительно норм. Но я думаю, на какой-то одной лошади это будет выглядеть просто идеально. Всегда так. Так, нет, она намыливает без конца. Теперь намыливаем другую сторону. Дальше что у нас? Опять всё это смываем. Ну, представляем так, как будто мы играем в игрушку какую-то. И нам сказано помыть с каждой стороны. Так, теперь чистка. Ой, а нужно было вначале её почистить, да? Почистить, потом шлангом намочить, намылить и смыть. Смотрите, шерсть летит. Фьор, ты как раз у меня сейчас линяешь перед зимней прой. Как бы зимняя, осенняя линька. А потом будет весенняя линька. В тему. Молодцы, что они добавили шерсть. Мне вот интересно, эта шерсть... Ну, это стандартная шерсть, наверное. Ну, просто она сейчас так подходит к моему фьорду. Она такая светленькая. Вот как раз такой светленький, по идее. В общем, всё. Как только мы отменяем... Да, нашему фьордику всё очень нравится. Давайте его погладим. Криво, но погладим. Сантиметров 30 от мордочки, но мы гладим. Но как только мы отменяем, что мне нравится, лошадь одевается и стоит вот на вот этом месте. Не там, где мы её поставили, а вот где мы её мыли, там она и стоит. Да, хороший ты мой. Значит, помыли. Функция очень классная. Мне она нравится. Я знаю, это очень просто. Ну, как бы и нету никакого значка чистки. Но, ребята, в этом есть хорошие вещи. Я лично буду этой функцией иногда просто пользоваться. А для тех, кто снимает, это просто подарок. Они наконец-то смогут снимать, как они моют лошадь, допустим, после долгого рабочего времени, там, дня тренировок. Так, а вот теперь палево. Нам уже показали бежевую, карамельную, я не знаю, фьордскую лошадку. Да, потому что сегодня нам добавили... А, что ж, я слезаю. Да, нам добавили обновленных фьордских лошадок три масти. Как бы, да, кельты уехали, старых забрали, но нам привезли новых хорошеньких фьордских лошадок трёх мастей. Поэтому мы сейчас поедем с вами и будем смотреть, каких же мастей нам добавили. Итак, мы приехали в форт Пинта. У нас тут уже стоит несколько человек. Благо, они не прямо в этой лошади стоят. Вот ещё одна девочка на другой масте. Но, тем не менее, мы проедемся по всем мастям. Значит, форт Пинта в течение какого-то времени... Не могу сказать, какого. Тут я на сайте смотрю, здесь не написано. Форт Пинта для тех, у кого, допустим, нету старайдера или они ещё не достигли шестого уровня. Да, кстати, чтобы купить лошадь, нужно достигнуть шестого уровня. Репутацию качать при этом не надо, что очень хорошо. В течение, в общем, некоторого времени игрокам первого уровня будет доступна эта масть, и она будет стоять продаваться в форт Пинте. Потом её, правда, куда-то переставят, может быть. Может быть, здесь её оставят. В общем, такая вот милая коняха. Да. Давайте посмотрим... Ой, знаете... Ой, какая милая! Я прям не могу! Знаете, видеоролики никогда не передают целиком всю прелесть, няшность новых лошадок. Я прям вообще... Так, значит, сила 4, дисциплина 2, скорость 0, выносливость 0, гибкость 1. То есть, насколько я помню, сила это значит, что лошадь долго не тормозит. То есть, вы едете рысью, она будет ехать долго. Другая же лошадь быстрее захочет перейти на шаг. Так, вот, дисциплина, это быстро... Насколько быстро лошадь делает перемену на другой алюр. То есть, шла на шагу, сказал ей рысь, она это сделала быстро. Да, да. Значит, уровень 1. Норвежская фиордская лошадь. Ну, фиордская. Я не могу понять. Я в интернете читала, она пишет через мягкий знак фиордская. Я везде подписываю как фиордская. Не знаю, почему в Старстейбле она напишется как фиордская. Потому что все скалеи называются, как называются в жизни. Ну, в общем, это у нас не просто фиорд, это норвежская фиордская лошадь. Ладно, будем читать фиордская. Конечно же, она переносит холод. Стоит 850 СК. Если честно, я ожидала, что она будет стоить столько же, как и старый фиорд. Ну, видимо, они сейчас решили делать так, что... Как бы это... Это мы считаем, что это обновленная лошадь. Но нет, разработчики делают так, что это не обновленная лошадь. Это типа новая лошадь. И давайте за нее больше цену. Так, в общем, давайте почитаем, что написано про эту породу. И поедем дальше по другим мастям. Малый пород настолько узнаваемы, как всеми любимая бесстрашная норвежская фиордская лошадь. Благодаря сочетанию мускулатуры тягловой лошади, проворства небольших пород и силуэты, напоминающего доисторическую пещерную живопись, фиордская лошадь стала настоящей легендой конного спорта. Фиордская лошадь – одна из старейших пород лошадей в мире. Найденные древние захоронения викингов говорят о том, что люди приучили и начали разводить фиордских лошадей и их ближайших родственников более двух тысяч лет назад. Сегодня все фиордские лошади являются носителями гена-ослабителя соврасы масти во всех трех основных расцветках – гнедной, черной и рыжей чалы. У небольшого количества появляется ген кремовой масти, а самый редкий вариант – носитель двойного кремового гена-ослабителя, который называется квит, по-норвежски означает «белый». Больше всего поражают их отличительные полоски – дарсальный ремень на гриве и на хвосте, а также полоски на ногах и на холке. Фиордская лошадь – универсальная порода, она достаточно крепкая для применения в сельском и лесном хозяйстве, но прекрасно подойдет и для прогулок или соревнований. У фиордской лошади спокойный, прямо-таки неприбиваемый характер, поэтому ее довольно часто выбирают для терапевтической езды или для обучения в школах реховой езды. Это замечательные спутники не отступят даже перед самыми трудными условиями, так что куда бы ни завели тебя твои приключения в ледяной холл, долина динозавров или на суровые тропы мест холла, ты не ошибешься, взяв с собой фиордскую лошадь. Знаете, такое классное описание, мне прям понравилось читать. Ну, люди, ну вам лошадок не жалко, вы встаете прямо в них, пожалейте их. Я вот всегда стараюсь по возможности объезжать даже персонажей, то есть насквозь не пролетаю. Когда сквозь меня пролетают, меня жутко это раздражает. Итак, не отвлекаемся. Следующая остановка Вейлбейл. Мы приехали, значит, в Вейлбейл. Как раз на прошлой неделе в обновление у нас передвинули пони Чинкотик, Чинкотик, не знаю как ударение, в другое место. Немножко перестали здесь лошадей и освободили место вот как раз для этих двух прекрасных лошадок. Значит, вот у нас бежевая такая. Я не знаю, ребят, почему меня напоминают их мордашки слегка осликов или мулов. Я прям не могу серьёзно вот уши длиннее сделать и вообще вот те и ослик. Так, значит, ой, какие они милые. Единственное, жалко, что, ну как бы мы уже почитали, что это всё геносветлитель, поэтому бывают и чисто белые фёрдские лошади, у них двойной геносветлитель, у бежевых просто геносветлитель. Вот, поэтому, видите, у неё даже полоски не видно в гриве. То есть на спине ещё хоть как-то, а вот в гриве вообще не видно. Да, у меня даже пёс вздохнул. Так, и вот, и вот серенький фёрдик. Вот у меня фёрдик, он коричневый, шоколадный. А моя подруга купила себе старого фёрда серого. Девушка, ну, ну, девушка, ну, вот, ну, вот. Уйдите, пожалуйста, я всё понимаю, ну, и нажать на неё я не могу. Я потом всех из игнору удаляю, то есть... Я не... ЗА ЧТО? ТёТЯ! Мама! Уйдите! Тё, нет у вас... Нет? Простите, минуту просто ужаса. Значит, кстати, вот у этой на мордочке такие крапинки. Ты какой хороший! Ух ты! Вот, кстати, на той лошади, которая фурпинта, и на вот бежевый не видно вообще. А на эту, посмотрите на полоски и на его ногах. Я такой вообще никогда не видел, даже в жизни. Ничего себе неожиданного. Смотрите, как прорисована шерсть. То есть, вообще, молодцы. Вот лохматость, она... Её не пропьёшь, её не потеряешь. Лохматушкин. Не, ну он, смотри, он хорошенький такой. Единственное, вот что вообще меня, вот извините, но грива слишком пластиковая. Серьёзно. Значит, у нас здесь стоят вот серенький, бежевенький. И один, такой тёмненький, стоит в фурд пинта. Значит, получается, вот тут все фьордики. Они все очень милые. Поэтому в скором времени ждите от меня видео о покупке фьорда. Ой, сама буду сидеть, наверное, целый час и думать, какую уже выбрать. День рождения праздник хороший, но нельзя же его праздновать в вечность. Поэтому, если вы приедете в Мурланд, не удивляйтесь. Фестиваль в честь дня рождения Star Stable уже закончился. Все подковки, которые вы успели собрать, но не успели обменять на монетки, можете оставить у себя в шкафу до следующего года, потому что эти монетки не устаревают, и их можно обменивать каждый год. Поэтому, как-то так, праздник кончился, но воспоминания о нём остались. Надеюсь, вы успели приобрести костюмы, там, ботиночки, шапочки, всё, что... Весь комплект дня рождения, потому что я вот несколько лет назад проворонила грозовый комплект, когда Star Stable было 5 лет. Я об этом жалею. У меня, по-моему, только кофточка, что ли, осталась или что-то из этого. Не помню. А нет, нет, у меня, по-моему, вообще ничего нет. В общем, не расстраивайтесь. Может быть, в следующем году вам повезёт, и вы соберёте целый комплект, и он будет, к примеру, розовенький. Я вот надеюсь. Это были все новости об обновлении Star Stable на сегодня. С вами была я, Даналия, и мой старенький фьордик Шоколадный Дружок. Тебя же так зовут? Да, Шоколадный Дружок. Не забывайте чистить своих лошадок, а также угощать их морковкой. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и жмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы первыми узнавать о моих видео. Всем пока! Спасибо за просмотр. Удачи вам!